Дорогие друзья, всем от культ привет! Сразу после выборов хочется произвести анатомию того, что произошло. А произошло то, что опять Единая Россия имеет конституционное большинство. Несмотря на то, что в парламенте появилась новая партия, не будем показывать пальцем на тех, кто помог ей там оказаться, несмотря на это, все партии в парламенте, кроме Единой России, составляют 28% голосов. Это означает, что Единая Россия не должна ни с кем, ни о чем переговариваться и советоваться. Любой вообще закон в России, который она захочет принять, она примет. Будь то те законы, которым нужна половина, будь те, которым нужно две трети. То есть конституционное большинство. Она его имеет. Так, а как это вообще могло произойти? Давайте про это попробуем поговорить, отделив как бы... Разложив все факторы по полочкам. Сделав анализ факторов как можно менее эмоционально. Попробовать сделать это математически. Как же так вышло? Ведь опросы были совсем другие. Согласно опросам, ну например, в ЦИОМа, я думаю, что остальные не сильно отличались, то есть популярность Единой России не достигала даже 30%. А у коммунистов она была в районе 17-ти, что-то такое. То есть разрыв между Единой Россией и коммунистами был совсем небольшим. Казалось бы, почему бы этому не отразиться и в итоговой думе? Ну вот сейчас мы спокойно по полочкам разложим все возможные объяснения, по крайней мере, математического толка. Есть еще там объяснения, которые связаны с тонкостями подсчета, но про них мы сейчас говорить не будем. То есть мы сейчас поговорим про совершенно формальные вещи. Итак, первое, что обычно говорит опрос? Опрос говорит типа, я за ЕР, я за КПРФ, я там за справедливую Россию и так далее, и так далее. И я не определился. И, соответственно, если в процессе опроса это нормальный ответ, тут может быть 20% или сколько хотите, то потом, когда вы пришли на избирательный участок, у вас уже такое в бюллетене, такое нет надписи, не определился. На самом деле раньше была такая надпись против всех партий, ее убрали. И, соответственно, вот эти, которые не определились, они же как-то в результате определятся. Ну и если даже пропорционально они определяются, пропорционально, вот их было 20% неопределившихся, и здесь за ЕР там было 28%, например. Ну, надо прибавить, вот, еще, прибавить еще как бы 28%, ну, 28% от этих 20%, да? То есть поделить 28 на 5 и прибавить. Это уже будет там больше 30, да? Это уже будет в районе там 33 с чем-то. То есть, если вы видите в результате, что за ЕР 33% проголосовало, то все еще, ну, это совершенно нормально соотносится с данными опросов. Но, однако, мы это видим совсем другие цифры, поэтому нужно понять, как могло быть 33% превратиться в процент у ЕР. Сколько было в результате процентов у ЕР 72%, да? Ну, давайте постепенно, да, постепенно к этому приходить. Дело в том, что не прошедшие партии, вот здесь вот есть еще и ЛДПР, и есть еще новые люди. И вот здесь вот всюду больше 5%. А вот здесь уже везде меньше 5%, но в сумме они составляют 10% примерно в этот раз. Соответственно, эти 10% распределяются между этими в пропорционально набранным этими очкам. То есть у ЕР половина от этих 10% еще возвращается им. Отлично, это заменяет 49 на 55. Так, мы все еще не понимаем, как здесь натянуть 72. Переходим к следующему аргументу, да? Следующий аргумент, естественно, стоит в том, что на самом деле у нас половина парламента набирается списками, то есть вот этим методом, да, половина набирается вот этим. Половина от половины будет Единая Россия, вот здесь, да? Половина от половины будет Единой России. А еще половина набирается одномандатниками. Ну а теперь смотрите, какая ситуация. Рассмотрим типичный округ российский. Типичный, да? В типичном российском округе все-таки, как ни крути, а Единая Россия немножко более популярна, чем даже КПРФ, хотя исключение, безусловно, есть. В этом случае анамаднатник от Единой России, скорее всего, наберет несколько больше, ну, чем от КПРФ и чем от всех остальных уже мелких партий. Ну, набрав несколько больше, он же проходит весь целиком, да? Вот этот вот целый один анамаднатник сюда и поселяется. То есть мы получаем, что по округам 225 мест распределяется вот этими округами. И в большинстве из них будут единороссы, да? Если приблизительно, если мы усреднили бы, да, то они были бы просто везде, вообще везде, во всем вот этом вот куске. Потому что если усредненно 30% поддержки Единой России и 20% коммунистов, то мы получаем, да, что везде будет 30 летов, 20 летов. Поэтому на данный момент я лишь констатирую тот факт, что при тех результатах, которые объявлены, независимо от того, как они получены, это мы сейчас не обсуждаем, при тех, которые объявлены, здесь подавляющее большинство, у нас 198 округов из 225, это Единая Россия. То есть это вот, ну, практически вот это вот все. Ну, это уже вы можете посчитать, да? Да, 198,225 на 0,5 плюс, соответственно, там, ну, 0,5 от 0,5, то есть плюс 0,25. Ну, вот посчитайте, это будет примерно равно 0,72. Вот. Так что, так сказать, ларечек просто открывался. Моменты, связанные со статистическими данными, мы еще рассмотрим когда-нибудь. Вот. А так вот вы видите, что происходит. Ну, там есть еще, там, всякие психологические моменты, связанные с тем, что бизнесмены часто хотят во власть, но если они хотят во власть, они идут сразу договариваться с властью, что они выдвигаются от партии власти, да? То есть здесь еще такой момент, что действительно идет давление все время в сторону Единой России. Так как Единая Россия и партия власти, то с ней люди пытаются как бы состыковываться, вместе плыть и так далее. Ну, вот и имеем то, что имеем. То есть у нас получается как бы парламент одной партии. Все равно раз за разом, несмотря на чрезвычайно низкие результаты опросов. Вот. Ну, вот это все, что на данный момент я хотел сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова